Проблема, с которой сталкиваются тысячи автомобилистов края. 49% всех страховых компаний Северокавказского федерального округа работают с нарушениями. Это данные общероссийского мониторинга по вопросам ОСАГО, который провели активисты Народного фронта. Ставрополье занимает непочетное второе место в этом антирейтинге. О том, можно ли застраховать автомобиль, не переплатив, материал Марии Гнездиловой. Как подходит время страховать автомобиль, начинается головная боль, начинается нервная дрожь. Автолюбитель Сергей за рулем провел уже более 20 лет. И третий год подряд он сталкивается со сложностями при продлении полиса ОСАГО. Мужчина всегда пользуется услугами одной страховой компании, а получить хоть какие-то уступки, как постоянному клиенту, у него не получается. Километровые очереди, нехватка специалистов и самих заветных полисов, навязывание дополнительных услуг – это неполный список всех проблем, с которыми пришлось столкнуться Сергею. Разговоры автолюбителей в очередях всегда сводятся к одному решению ситуации. Эту службу передать в руки государства, чтобы этим занималось государство. Потому что частники, они что хотят, то и делают. То есть они, возможно, там собрались где-то вместе, что-то порешали между собой. Давайте сделаем так. У нас нет бланков или еще что-то. С проблемой автострахования по ОСАГО попробовал разобраться общероссийский народный фронт. За круглым столом в краевой столице активисты, автолюбители, правозащитники и представители страховых компаний. Прозвучало. Очереди за ОСАГО на Ставрополье достигли уже немыслимых размеров. Некоторые автовладельцы записываются на получение полиса за три месяца. Причина – финансовые проблемы маленьких компаний. Вследствие чего с клиентами всего Ставрополье работают в основном крупные страховщики. У активистов появились свои версии решения насущной проблемы. Создать единый реестр, выдавать гражданам этот временный полюс, который будет иметь законную силу, и гражданин может управлять транспортным средством. Либо же все-таки каждая страховая компания должна понимать, заключать этот договор полиса ОСАГО непосредственно в день обращения, когда человек обращается. Я в этом уверена, что многие, не все, многие страховые компании искусственно это создают. По данным прокуратуры, только в этом году зафиксировано 144 нарушения по страхованию ОСАГО. Поводом для возбуждения 20 уголовных дел послужили незаконные отказы в автостраховании, навязывание дополнительных услуг, отсутствие элементарной информации. Страховщики, оставшиеся на рынке, парируют. Причина большинства проблем – нехватка рабочих мест. Поэтому и количество времени на выписку нового полиса увеличилось с 20 минут до 40. И за один рабочий день они могут принять не более 15 или 20 клиентов. Но многие автолюбители считают, в компаниях специально затягивают процесс, чтобы клиенты шли к агентам и покупали дополнительные услуги. Искусственно увеличивают время оформления самого документа. Такое впечатление, что тянут время как бы специально, чтобы человек обычно начинает заниматься этим в последние дни, когда у него заканчивается страховка, и начинает заниматься. Они вплоть до двух часов, вот у меня знакомый товарищ, он два часа оформлял эту страховку. То есть она сидит, у нее там то завис компьютер, то еще что-то. Тянут, тянут время. В итоге, если оформление документов у некоторых сотрудников офисов занимает до 40 минут или даже часа, то агенты справляются с аналогичной задачей минут за 10. Представители страховщиков отвечают – переживать не стоит, проблемная ситуация выравнивается. И на одном из совещаний ЦБ, руководитель ЦБ поставила задачу всем страховым компаниям в проблемных регионах увеличить свою долю продаж до 15%, чтобы разделить бремя между страховыми компаниями и крупными. Когда небольшие компании уходят, компании из первой десятки должны свою долю до 15% каждый довести. Это тоже не быстрый вопрос, но он, к сожалению, решается. За круглым столом прозвучали и другие пути решения проблемы. Например, снизить стоимость страхования, если за последние 10 лет у автолюбителя не было ни одного крупного ДТП. Еще один выход из ситуации – установить в России мировые стандарты. Нет машины к осмотру, нет страховой выплаты. Немало проблем, кстати, у автовладельцев вызывают и мошенники-автоюристы, у большинства которых нет никакого юридического образования. Обсуждение на этом не окончено. Поиск решений продолжается. Все прозвучавшие предложения активисты ОНФ направят на рассмотрение в Центральный штаб. Мария Гнездилова, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение.